Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 23 сентября 1997 года, Гонконг. На ежегодном совещании Международного валютного фонда премьер-министр России Анатолий Чубайс не скрывает своего прекрасного настроения. Еще бы! Совсем недавно всему миру казалось, что Россия просто не выживет. Субтитры подогнал «Симон» От развалившегося Советского Союза новой власти достался в наследство громадный внешний долг, пустая казна и прилавки. Доперекошенная экономика, ориентированная на производство вооружений. Остановились заводы. Миллионы людей остались без работы и средств к существованию. Не зная, чем наполнить бюджет, Центробанк банально включал печатный станок. Итогом этого стала сумасшедшая инфляция, которая в 92-м году достигла тысячи процентов. Цены в магазинах теперь исчислялись миллионами. Обесценившиеся деньги люди несли в финансовые пирамиды. Россия напоминала огромный сумасшедший дом. Вот эту ситуацию можно снять было только очень жесткими методами, причем достаточно такими радикальными. То есть надо было исключить эмиссию. Исключить эмиссию значит больше не печатать денег. Государство должно научиться жить по средствам. Сколько соберем в бюджет, столько и потратим. Такое решение было принято в начале 95-го года. Но если предприятия не работают, где брать недостающие казни деньги? Экономисты предложили, давайте, как в развитых странах, брать взаймы у отечественных банков и фондов. А чтобы те были заинтересованы давать государству в долг, сроки выплаты по займам сделаем короткими. Три-шесть месяцев. Инфляция все-таки. Так в России появились государственные краткосрочные обязательства. ГКО. Однако денег все равно не хватало, и ГКО решили продавать иностранцам. Те были готовы вкладываться в долговые обязательства России. Но при одном условии. Курс рубля должен быть стабильным. В 96-м Центробанк установил жесткий валютный коридор. И Россия стала жить в долг. Каждые полгода погашая старые кредиты за счет приобретения новых. Это сейчас выглядит как пирамида. А тогда это было хорошей идеей и логичным решением для создания внутреннего финансового рынка. Это хороший и недорогой способ получить деньги для финансирования правительства. Успех превзошел ожидания. Уже через год благодаря ГКО стабилизировались цены. Инфляция снизилась до 11%. В 97-м правительство даже решилось заменить денежные банкноты на новые, убрав с них три нуля. Жизнь налаживалась. То есть нам удалось доказать, что действительно работает денежная политика, денежные ограничения, и бороться с ростом цен возможно. Банковская реклама заполняет эфир. Вкладывать деньги в ГКО оказалось куда надежнее и прибыльнее, чем развивать производство. С 96-го года чуть ли не все банки и финансовые институты страны заняты лишь спекуляциями. А что это у нас граф Суворов ничего не ест? Так ведь пост, матушка, на первой звезды нельзя. Ждемся. Банкиры занимают деньги на Западе и у граждан России. На них покупают и продают ГКО, получают проценты и вывозят за рубеж. И снова занимают, покупают, продают, вывозят. Звезду Суворова Александра Васильевича. Екатерина Великая. Всемирная история. Банк. Империал. Никто не верил даже в краткосрочное будущее благополучной экономики России. И все использовали, а тогда дырм очень много в законодательстве было для того, чтобы уйти от уплаты налогов, либо спрятать свою прибыль. Но вдохновленный успехом правительство будто не видит этих странностей нашей экономики. В сентябре 97-го на встрече глав МВФ в Гонконге российская делегация в центре всеобщего внимания. Анатолий Чубайс назван лучшим в мире министром финансов года. В те дни он даже заявит директору Международного валютного фонда Мишелю Камдесю. Года через полтора Россию и МВФ ждет полюбовный развод. Наша страна больше не будет нуждаться в западной помощи. Говорят, это заявление насторожило Камдесю. Иногда бывает, что правительство настроено слишком оптимистично. Они думают, что все будет в порядке. И часто ничего по сути не делают. Ровно через 11 месяцев после триумфа в Гонконге Россия станет банкротом. 17 августа 98-го года войдет в историю как черный понедельник. С этого дня, подобно перевернутой пирамиде, обрушится вся финансовая система страны. Разорятся даже ведущие банки. Вновь, как в начале 90-х, остановятся предприятия. Люди потеряют все свои сбережения. Россия испытает очередной шок. На мой взгляд, дефолт нужен был только лишь для того, чтобы еще одна группа людей достаточно серьезно нажилась. Достаточно серьезно нажилась на тех деньгах, которые выделялись Международным валютным фондом для России. Якобы для России. Очевидно, он был выгоден. За что сняли Скуратова, знаете? Ну, я не знаю, ты не хотят об этом вспоминать и говорить. Вот, Скуратов расследовал все, что связано с дефолтом. Само решение о дефолте, ведь оно было, президент его не принимал. Правительство не принимало. Материалы Совета Федерации показывают, что заседания правительства как такового не было. Собралось шесть человек, вспомним их по именам, так сказать, знаем кто, да? И приняло это решение. В те смутные дни в кабинете председателя Думского комитета по безопасности Виктора Илюхина появился иностранец. Мне его представили как дипломата. Не буду говорить, какого государства. Он действительно дипломат государства. И он мне вручил пакет и сказал, Виктор Иванович, здесь есть копии документов. Они для вас будут представлять исключительно важный интерес. Он сказал, Виктор Иванович, я не уполномочен. Вести беседу по сути этих документов, я их просто не знаю. Я выполнил роль курьера. Я вам их представил. И вот пакет кладу на стол. А уж дальше вы как хотите, так и разбираетесь. Вот копии этих документов. Банковские и проводки на сумму 4,8 миллиарда долларов. Из них следует, что накануне дефолта Международный валютный фонд выделил для спасения России стабилизационный кредит. Но до бюджета эти миллиарды так и не дошли. По мнению депутата, их просто разворовали. Олигархи, члены правительства и семьи президента. Бумаги были, выглядели они достаточно, скажем так, серьезно. Этот транш растворился, часть его ушла, если верить этим документам, в Австралию. Но часть, опять-таки, версия есть о том, что Татьяна Яченко была причастна к этим. Часть денег, значит, ушли через другие банки в Швейцарию. Часть денег связаны с именем Абрамовича. Я, правда, слышал информацию, честно говоря, если вы хотите уточнить, о том, что эти бумаги оказались поддельными. Так очень многие люди в тот момент, скажем, со мной перестали вдруг не то что здороваться, а отвечать на телефонные звонки. И я реально ждал ареста. Вы знаете, у нас в стране почему-то есть убеждение, что всегда должны быть ответственные, виновные, которых там нужно отправить в суд. Вы знаете, вот есть конкретно Иванов, Петров, Сидоров, Алексашенко, Дубинин, которые все это придумали специально, чтобы разорить население нашей страны. Так что же произошло с Россией за те 11 месяцев от триумфа до крушения? Почему мы не смогли предотвратить надвигающуюся катастрофу? И куда на самом деле исчезли миллиарды долларов, выделенные МВФ для поддержки России? Президент Российской Федерации Борис Николаевич Гельцин! После выборов 96-го года, когда Гельцину с трудом удалось победить Геннадия Зюганова, в стране сформировалось несколько центров силы. И все они боролись за влияние в государстве. Государственная Дума и Совет Федерации, куда входили все губернаторы, находились под влиянием коммунистов. И президент был вынужден с этим считаться. Если с каждым из вас будем работать вместе, с учетом, что я глава государства, и вы об этом забывать не будете, то решим задачи, которые стоят. И перед регионами, и перед Россией в целом. Но Гельцин болен. Его влияние ослаблено. От имени президента страной пытались управлять те, кого пресса называла семья. За спиной семьи маячили фигуры Бориса Березовского и первых олигархов, прозванных в народе семибанкирщиной. В руках этих людей не только крупнейшие банки и предприятия страны, но и ведущие телеканалы. Они формируют общественные имени. Оказав Ельцину поддержку на выборах, эти люди теперь полагают, власть перед ними в долгу. Березовский, например, желает получить Газпром. Банкир Смоленский претендует на Сбербанк. В тот период, когда я пришел, просто конкретно представители крупного бизнеса, давайте называть их семибанкирщины, они просто принимали участие в совещаниях в Кремле и еженедельных на уровне главы администрации президента. Опора самого президента – это сформированное им правительство реформаторов, которое возглавляет Черномырдин и вице-премьера Чубайс и Немцов. Но правительству все труднее находить общий язык и с законодателями, и с олигархами. Тогда был большой конфликт между, скажем, Чубайсом Немцовым с одной стороны и Березовским с другой стороны, который претендовал на огромные активы. И, видимо, в силу того, что он чувствовал свою неоспоримую заслугу в решении проблемы 96-го. Конечно, в этой ситуации было очень трудно работать. Когда, по сути, президента нет, семья решает, с кем он должен встретиться, с кем нет, встреча заранее запрограммирована. Ему Татьяна все время в карманы вкладывала записочки. Поэтому, конечно, согласитесь, что эта ситуация была близка к потере управляемости страной. Уже через месяц после встречи глав МВФ в Гонконге в Азии разразился мощнейший финансовый кризис. Поначалу казалось, что азиатский кризис не затронет Россию. Ну, какая между нами связь? Но напуганные западные инвесторы стали забирать свои деньги с неустойчивых рынков, в том числе и из России. Рубль зашатался. И сразу же, чуть ли не вдвое, взлетели проценты по ГКО. Тогда впервые стало ясно, в какую ловушку мы угодили, решив жить в долг, но так и не научившись ни зарабатывать, ни жить по средствам. Смысл-то ГКО в чем был? Что эти деньги государство привлекло, направило в промышленность, такие, где быстрая отдача, да? А затем уже, естественно, с помощью налогов эти деньги собрало и рассчиталось. А получалось так, что эти деньги заимствовали и тут же проедали. То есть раздавали в разные, так сказать, сферы, потому что по зарплате долги были, бюджетникам там и так далее. А возвращать-то приходилось через полгода, понимаете? Ошибка не в том, что использовали ГКО. Ошибка в том, что налоги не собирали. Ошибка в том, что расходы росли. Ведь опять никто не вспоминает, у нас же были там совершенно одиозные законы о северах, когда было политическое происстояние Думы и правительства. И Дума просто так принимала один за другим законы, которые накладывали многотриллионные, миллиардные обязательства на бюджет, при том, что у бюджета не было денег вообще для их финансирования. Но у депутатов свои доводы и не менее весомые. Деньги нужны на посевную, северный завоз, компенсации жертвам засухи и наводнений, зарплаты, пенсии, пособия. Туже затягивать пояса уже некуда. Я припоминаю, что накануне дефолта бюджет Российской Федерации составлял где-то порядка 20 миллиардов долларов всего. Это примерно в 10 раз меньше той суммы, которая в период финансового кризиса недавнего премьер Путин выделал на поддержку банковского сектора Российской Федерации. Тогда 20 миллиардов долларов весь бюджет России. О чем можно было говорить в тех условиях, конечно. Вы знаете, за что мы работаем? Наверное, за то, что предприятие помогло нам похорониться здесь. Они выделяют нам средства на похороны. А на что же вы живете в пенсии 100 тысяч? А мы как хочешь, живи на греб, только тянем. Но я отвечал за социальную сферу, абсолютно провальную, находящуюся в тяжелейшем положении. Я думаю, что такого тяжелого положения у социальной сферы не было за всю новейшую историю Российской Федерации. Шесть месяцев пенсионеры не получали пенсию. Это примерно 4-5 месяцев задолженность перед учителями по заработной плате. Это неурегулированная проблема с шахтерами, которых огромное количество. Незакрытые шахты, они хотят работать, но не могут работать, потому что уголь никому не нужен. И абсолютная непопулярность власти. И еще конфликт между медвями власти, острейший. Вот вам картинка того благополучия 1997-1998 года. То, что на одних займах долго не протянешь, было ясно с самого начала. Однако до выборов 1996 года правительство не решалось предпринимать какие-либо жесткие меры для сбора налогов. Но победив, Ельцин был готов действовать решительно. Когда правительство не может платить своим людям пенсию, а у нас это 37-38 миллионов человек, это аморально. Осенью 1996 года президент объявляет о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии, ВЧК. Ее название намеренно перекликается с чрезвычайкой Дзержинского. Цель комиссии – обеспечить собираемость налогов и контроль за бюджетными расходами. ВЧК – детище Анатолия Чубайса. На заседание комиссии вызывают олигархов, банкиров, промышленников. Уговаривают, грозят банкротствами. Но все бесполезно. Красные директора говорили, вот примерно следующий там текст. Знаете, у вас все равно эти деньги украдут, вы ими распоряжаться не умеете, поэтому вам все равно их не заплатят. И вообще у вас антинародный режим. С банкирами и олигархами еще сложнее. У каждого есть покровитель, который могущественнее, вице-премьера Чубайса. Как-то забылось уже, что среди, по крайней мере, первых набора этих самых олигархов там минимум половина были сами именно красными директорами. И Муравленко, и Олег Первов, нефтяники, и Вяхерев. Они же все директора еще советских времен. Вот. И эти люди, так же, как и этот порсель банкиров, Ходорковский или там Фридман, они открыто уклонялись от уплаты налогов. Я помню, как вызывали на эту чрезвычайную комиссию Березовского, его структуры. И эти ребята могли сказать тоже так достаточно прямо в лицо, что, ну, так сказать, ну вот, все же воруют из бюджета деньги. Чем я там отдам их для кого-то другого, лучше я сам их украду. Налоговая полиция шерстит рынки и офисы предприятий. В народе эти рейды называют маски-шоу. Но любая попытка заставить торговцев хоть что-то платить в бюджет часто заканчивается бунтами. Люди считают, что ничем не обязаны государству, которое оставило их нищими, лишив работы и привычной стабильности. А эти кадры повеселили всю страну. Летом 97-го года министр по налогам и сборам Александр Починок решил навести порядок в шоу-бизнесе. В следующем году мы ждем 6 миллионов человек с декларацией. И для этих людей небезразлично, как их кумиры платят налоги. А началось с того, что премьеру Черномырдину показали налоговую декларацию Филиппа Киркорова. Там в графе «Годовой доход» стояла сумма, равная 2 тысячам долларов. Премьер изумился. Вероятно, Киркоров сам не знает, сколько зарабатывает. После этого в налоговую полицию вызвали нескольких деятелей эстрады. Звезды забеспокоились и решили лично объяснить министру по налогам, как трудно им зарабатывать в современной России. К сожалению, сбор налогов быстро наводить не удавалось никак. И это не удалось даже вот Анатолию Борисовичу Чубайсу. А если нажим становился слишком массированным, то, значит, там какая-нибудь политическая кампания начиналась. Типа там разоблачение публикации книжки Чубайса и так далее. ВЧК Чубайс возглавлял около года. Осенью 97-го медиамагнаты организовали слив компромата, который получил название «Дело писателей». Чубайс и трое его ближайших соратников были обвинены в попытке получения взятки в виде гонорара за еще не написанную книгу. В ноябре 97-го, через полтора месяца после триумфа в Гонконге, вице-премьер Чубайс был вынужден подать в отставку. Причины здесь достаточно простые однозначно. Мне стало известно оценка президента на ее личной работы. Оценка достаточно резкая и негативная. По правительству реформаторов был нанесен первый мощный удар. Мы просто не оценили те проблемы, которые перед нами встанут. Мы, например, не представляли себе, что к нам будет враждебно настроена не только Государственная Дума, но и в итоге средства массовой информации, принадлежавшие известным лидерам большого капитала. Была запрограммированность на то, чтобы мочить это правительство. Конец 97-го года стал предвестником надвигающейся катастрофы. 2 декабря на шахте Зыряновская в Кемеровской области прогремел взрыв. Осиротели сразу 69 шахтерских семей. В Кемеровской области еще не похоронены погибшие, а тут новая катастрофа. На жилой квартал Иркутска рухнул грузовой Ан-124. И опять 72 нелепо уничтоженные человеческие жизни. Перед Новым годом по всей стране прокатились забастовки учителей. Голодные, обнищавшие педагоги прекращают занятия в школах. Чтобы расплатиться с долгами по зарплате, пенсиям и как-то успокоить шахтеров, правительство... В декабре 1997 года я получил информацию о том, что доходы от размещения новых ГКО, они стали меньше, нежели чем суммарные расходы на обслуживание старых. И понятно, что в этом случае уже начинает работать принцип финансовой пирамиды. которая вот-вот должна упасть. Но заметьте, это произошло в августе 1998 года, а информация была декабрь 1997, то есть 9 месяцев. Значит, мне до сих пор непонятно, а что же делало 9 месяцев наше правительство, которое должно было четко понимать, что все это скоро рухнет, да? Январь 1998. Азиатский кризис обрушил цены на уголь, минеральные удобрения, золото, медь, древесину, и главное, упала цена на нефть. По бюджету России нанесен почти смертельный удар. И тут же последовал удар от своих же банков. Они согласны покупать ГКО лишь за полцены, загоняя государство в долговую яму. А нефтяники вообще отказались платить налоги. И вот в этой ситуации это, конечно, ну, буквально забивал последний гвоздь, потому что, ну, когда цена, собственно, к моменту дефолта, она за баррель составляла, ну, по-моему, меньше 9 долларов за баррель. Вот в сравнении с сегодняшней 85, мы говорим, у нас денег не хватает. Весне 98-го года правительство подготовило программу чрезвычайных мер, которые позволят вытащить страну из долговой ямы. Министерство финансов даже предлагает не подпускать нефтяников к трубопроводам до тех пор, пока они не заплатят налоги. Это постановление пролежало несколько дней на столе буквально у Черномырдина. Ему было тяжело его подписать, но он собирался это сделать, и тут он его и отправили в отставку. Это случилось 23 марта 98-го года. Решение об отставке Черномырдина шокировало всех. Ведь премьер считался человеком, преданным президенту, и при этом он умел находить общий язык и с коммунистами, и с олигархами, и даже с руководством Международного валютного фонда. По-моему, когда Ельцин уволил Черномырдина, это было началом конца. Почему Ельцин решил поменять правительство? Это загадка для меня. Я не понимаю. Но еще более шокирующим оказалось назначение на пост премьера никому неизвестного нижегородца Сергея Кириенко, которого в народе тут же прозвали «Киндер-сюрприз». Сверху с вами, Соломан. Спасибо. Уважаемые коллеги, я понимаю, что это для многих неожиданно, более всего неожиданно это оказалось для меня. Тогда рядом с Борисом Николаевичем были те же самые люди, это и Валентин Борисович Емашев, и Татьяна Борисовна Дьяченко. Чем они руководствовались, я не знаю. Но, насколько я понимаю, на смене Черномырдина на Кириенко настоял Березовский. И это была, скажем, одна из его идей, чтобы поставить человека большего рыночника с современными мозгами, более молодого. Госдума категорически не желает утверждать неизвестного Кириенко. Но Ельцин ставит вопрос ребром. Или Кириенко, или распуск Думы. Чехарда с новыми назначениями, дележом портфелей и кабинетов длится больше месяца. Тем временем страна летит в пропасть. 13 мая 1998 года. Шахтеры города Инты, много месяцев не получавшие зарплату, перекрывают железнодорожную магистраль Москва-Воркута. Через два дня их коллеги блокируют Транссибирскую магистраль. Через неделю перекрыты все крупные магистрали страны. Восточная часть России отрезана от Запада. Хозяева шахт, не выплачивая зарплату, умело перенаправляли гнев обнищавших рабочих на правительство. Я утром приходил на работу и не знал, что, откуда, так сказать, ждать. Либо со стороны Госдумы и Совета Федерации каких-то звонков, обращений, либо со стороны администрации президента, либо со стороны оппозиции, либо со стороны народных массами. Ну и плюс эти громкие расследования, убийства, заказные по найму, то банкиров, то просто предпринимателей. Война в Чечне. 11 июня. 180 шахтеров из Воркуты прибывают к Белому дому. Они требуют выплаты долгов по зарплате. Звучат политические лозунги. Правительство должно уйти в отставку. Но за этими акциями, похоже, стоят не коммунисты. Время тогда у Ельцина вышло. И те, кто захватил основные капиталы, искал возможность поскорее посадить нового человека. И они пугали во многом Ельцина, в том числе и такого рода мероприятия, подвигая его к тому трещению, которое потом состоялось. Но интересы тайных организаторов антиправительственных акций и политической оппозиции сейчас совпадают. Над страной нависают угрозы гражданской войны. А вот то, что люди сегодня на улицу вышли, это хорошо и правильно. И они должны мирно, спокойно и грозно предупредить правительство. Убирайтесь, ребят. Ваше время на нашей земле кончилось, в другое время грядет. Мы на ней жизнь организовывать будем. Сегодня первоочередной задачей является отстранение от должности президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Генерал Рохлин сказал сегодня об этом честно. У страны нет сегодня президента. Есть главарь, который, по сути, возглавляет режим, не выражая волю ни избирателей, ни народов. Я не исключал возможности народного бунта. Хотя сейчас уже понимаю, насколько я ошибался. Насколько я ошибался, потому что даже вот этот стук касок, когда приходишь на работу в Белый дом, да, у меня как раз вот на это крыло выходили окна, где мост, где сидели шахтеры, так сказать, меня очень сильно впечатлял. Будет все российская бессрочная акция протеста. Потом демонстрация, огромная демонстрация весной 98-го года работников образования, устроенной профсоюзами. Просто огромные. И прямо мимо моих окон, с установкой трибуны, и все хорошие слова, так сказать, про правительство, и в частности, про меня. Чем сложнее политическая обстановка в стране, тем больше долги правительства. Меж тем доходы банков растут как на дрожжах. Дальновидные банкиры уже создали новые структуры, куда вывели все свои капиталы. Они чувствуют. Скоро пирамида ГКО рухнет. Мы понимали, что за счет налоговых доходов Минфин финансировал меньше половины своих расходов. Все остальное финансировалось за счет долга. И каждую неделю министерство финансов должно было погашать выпуски ГКО или ФСЗ на сумму примерно 1 миллиард долларов. Вот такая висела бомба замедленного действия. И понятно, что не собирая налоги, министерство финансов не могло с этим расплатиться. К июню 1998 года Госдума практически провалила все те предложения, с которыми входили туда по наведению финансового порядка. Я убежден, что многие из деятелей такого левого направления, те люди, которые любили себя особенно называть государственниками, борцами за государство, они сознательно готовы были развалить любое правительство и любую, так сказать, государственную власть, ну, чтобы иметь потом основания убрать уже и Ельцина, и всех этих реформаторов, и все, что они делали, то есть мы делали в экономии. Между тем, Государственная Дума готовится объявить импичмент президенту. Первые обвинения будут предъявлены уже 27 июля. Понимая, что ситуация уходит из-под контроля, Ельцин вновь призывает Чубайса и назначает его чрезвычайным представителем по работе с зарубежными фондами. Его задача – найти деньги. Но в глазах западных кредиторов Россия – бездонная черная дыра. Сколько ни давай, ничего не изменится. Чубайс грозит политическим хаосом и приходом к власти коммунистов. Это действует. МВФ соглашается выделить России целых 20 миллиардов долларов. Первый транш – около 5 миллиардов – поступит уже в конце июля. Казалось, у России появился шанс. Но в начале августа в западной прессе появляется интервью Джорджа Сороса. Знаменитый финансист заявляет – Россия села на иглу ГКО. Олигархи, будто не в виде общей опасности, продолжают грызться между собой за последние куски бывшей госсобственности. Все это неизбежно должно закончиться полномасштабным финансовым кризисом. На биржах сразу же начинается паника. Все иностранцы хотят избавиться от долговых обязательств России. Центробанк вынужден скупать обесценившееся ГКО. И при этом он отчаянно пытается спасти рубль. Еще надеясь на какое-то чудо. На спасение курса рубля уходят почти все валютные резервы страны. 14 августа, пятница. Желая успокоить страну, президент подливает масло в огонь. Сейчас все говорят, будет девалюация или нет. Одна фраза от вас зависит. Не будет. Не будет девалюации. Твердо и четко. Твердо и четко. Услышав заявление президента, народ делает прямо противоположный вывод. Все, у кого были хоть какие-то деньги, бросаются в банк и забирать сбережения и скупать валюту. Это всеобщая паника предрешила исход дела. 14 августа, 8 часов вечера. Руководители Центробанка Дубинин и Алексашенко входят в кабинет премьер-министра. В этот вечер Сергей Кириенко получит поистине убойное известие. Ну и собственно говоря, в конечном фразе было сказано следующее, что Сергей Владимирович, Центробанк, решил, что мы проводим девальвацию. Даже мы отпускаем рубль, мы прекращаем его держать. И это наше решение, вы на него не можете повлиять. Вы за это не несете никакой ответственности, мы просто вас информируем об этом. Но вы как премьер-министр можете выбрать день, в который это произойдет. И в этот момент, уже там время часов 9 вечера было, выступает Михаил Задорнов, который министр финансов был. И говорит, Сергей Владимирович, вы знаете, у нас есть еще одна новость для вас. В эту среду, которая там 17-19 августа, министерство финансов не сможет расплатиться с держателями ГКО. У нас нет денег в бюджете. Премьер-министр узнал о том, что будет дефолт в 5 часов 9 часов вечера 14 августа. Суббота, 15 августа 1998 года. Клуб на Большой Никитской. Ближе к полуночи четверо таинственных гостей поднялись из-за стола. Лица двоих из них такие, будто они только что получили похоронку. Эти двое Анатолий Чубайс и Егор Гайдар. Сегодня за ужином они пытались уговорить чиновников Международного валютного фонда немедленно помочь России. Выделить еще один транш в счет тех обещанных 20 миллиардов. Но Запад больше не хочет давать нам денег. Чубайс однозначно сказал, что невозможно открыть финансовые банки в понедельник 17 августа. Рубль не удержать. И правительство не сможет расплатиться по ГКО. Игра закончена. Нам нужен совет, каковы наши шансы. Они ждали, что у нас будут какие-то идеи. А я и Джон отвечали им, что надежды нет. Идей никто же больше не будет. Да, они были в отчаянии. В полночь Чубайс и Гайдар отправятся в Белый дом, чтобы доложить премьеру. У правительства больше нет шансов. Спасительного чуда не будет. В кабинете премьеры 6 человек. Сам Кириенко, министр финансов Задорнов, глава Центробанка Дубинин, его зам Алексашенко, Гайдар и Чубайс. Собирать правительство уже некогда. Сейчас, в ночь с субботы на воскресенье, они должны решить, что делать дальше. И что сказать стране и всему миру в понедельник. Первым узнает и одобрит их решение, прервавший свой отпуск президента. Они, конечно, могли, не объявляя дефолта, просто перестать платить по гособязательствам, но больше никто не вложил бы деньги в Россию. Они могли бы запустить печатный станок. И, может быть, на какое-то время оттянуть неизбежное. Мы были абсолютно убеждены, что это перечеркивание вообще всякого разговора о рыночных реформах. И отбрасывало нас на 20 лет назад. Почти неизбежно были бы попытки введения либо карточек, либо, по крайней мере, фиксации цен на продукты. То есть, отказа вообще от рыночной экономики. Все бы стали кричать, что рыночная экономика нас довела до очередных тысячи процентов инфляции в год. Давайте закрывать всю эту рыночную экономику. То есть, все страдания 90-х годов были бы просто перечеркнуты и напрасны. А вот дефолт с девальвацией, они нам оставляли еще надежду на то, что удастся удержать экономику в рамках, если либерально ее глупо называть, но, по крайней мере, рыночной свободой цен. В понедельник, 17 августа, в 9.30 утра страна узнает два новых иностранных слова. Дефолт и девальвация. Это значит, правительство не может платить по долгам и отпускает рубль. Не все сразу поняли, что произошло. А те, кто понял, бросились к банкам забирать деньги. Но банки, оповещенные еще в воскресенье, оказались закрыты. Многие из них больше не откроются никогда. Мы только подошли, вот, не знаю, вот по обету, у них сейчас. Ждем. Нет, как вообще на вас отразилось? Конечно, отразилось. То, что копеи на квартире, все осталось. Конечно, все в копеечки, сейчас погорели. В те дни многие банкиры спишут на дефолт все свои долги перед клиентами. Нас, обманутых вкладчиков, очень много. В СБС Агр только 25 миллионов. А если мы все объедимся, мы можем избрать любого президента, любой парламент, какой нам нужен, такого изберем. Ситуация напоминала начало 90-х. Остановили работу тысячи предприятий. Ведь все их деньги и счета в лопнувших банках. Сотни тысяч людей осталось без работы. Буквально за две недели курс рубля обрушится с 6 до 15, а вскоре и до 25 рублей за доллар. Те, кто вчера за рубли продал квартиру, теперь могут купить лишь комнату в коммуналке. С полок магазинов исчезнут импортные товары. А на то, что останется, цены взлетят вдвое. Это вообще не знаю, как жить. Это каждый день. Каждый день вчера 5 рублей, сегодня 7 рублей. Яйца вчера 5 рублей, сегодня уже 8 рублей. А почему? Откуда мы знаем? Такое, наверное, безобразие наверху идет. Почему? 17 августа 98-го года люди надолго потеряют доверие не только к банкам, но и к рублю. Между тем, губернаторы сельскохозяйственных регионов, пытаясь защитить свое население, вводят запрет на вывоз продуктов. На федеральных трассах выставлены милицейские посты. В Красноярском крае генерал Лебедь требует ввести фиксированные цены на основные продукты. Полки магазинов тут же пустеют. Калининград отказывается перечислять налоги в федеральный бюджет. Западные аналитики предсказывают скорый распад России. Я с Ельциным, хотя жил в одном подъезде, не разговаривал с 93-го года, когда он расстрелял парламент, и погибли в том числе и мои друзья и приятели. И вдруг на следующий день раздается звонок. Зазвонила первая кремлевка. Он даже не поздоровавший спросил, что будем делать. Я говорю, если в экстренном порядке, сейчас не соберемся. Надо пригласить самых влиятельных людей. И не договоримся о способном правительстве, которое может вытащить и будет доверять. То через несколько дней, боюсь, ситуацию не удержать. И надо отдать должное, собрались через несколько часов. Быстро очень. 23 августа все правительство Кириенко и руководство Центробанка отправлены в отставку. Новым главой правительства становится выдвиженец коммунистов Евгений Примаков. Буквально через месяц ему на стол ляжет внушительный список виновников дефолта. В этом списке все реформаторы, начиная с Чубайса. Все руководство Центробанка, а также члены семьи самого президента. Одновременно по заявлению председателя комитета по безопасности Госдумы Виктора Илюхина, начинается расследование дела о хищении кредита МВФ. Я подумал, это была шутка. Я не могу представить, как вы можете украсть деньги из МВФ. Вы не можете спрятать их. Все было понятно, куда они ушли. Эти 5 миллиардов ушли на поддержание курса рубля в конце июля-августа 1998 года. Это было фантастикой, что кто-то, я не знаю кто, мог пойти на подделку документов, чтобы показать, что деньги были украдены. Эти 5 миллиардов. Я не знаю, был ли Илюхин вовлечен в изготовление этих документов, или кто-то другой дал ему эти документы. Здесь не нужно быть большим экспертом, чтобы понять, что они были подделкой. Впоследствии не только МВФ, но и правоохранительные органы России признают. Бумаги, подсунутые влиятельному депутату, фальшивка. Кому-то очень нужно было скомпрометировать имя Ельцина, чтобы заставить его уйти в отставку. Почему же оздоровление все-таки наступило? Именно потому, что бюджет стал тратить только то, что у него было реально на счетах. Уже можно было забыть про все, что написано по решению Государственной Думы, по объему расходов. В личной жизни вы всегда тратите, сколько заработали, либо перехватили до получки. Уже здесь перехватывать было нечего и не у кого. Приходилось жить посредством. Дефолт изменил страну. Общество, дойдя до края пропасти, будто очнулось. Тихо и как-то незаметно с горбатого моста ушли шахтеры. Прекратились забастовки. Привыкший к потрясениям народ знал, чтобы выжить, нужно рассчитывать только на себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова